Теперь у нас производственники. Мы строим дорогу. И так, чтобы не устроить катастрофу. То, что производство в заводе идёт на старт, мне хотелось бы по-подругому выработать системы управления техпроцессами, в форме информации цельщиков и зелье экономики. Автоматическое управление устройство имеет три контроллера на выходе, например, к 3 гв. Ну, там, может быть, и больше. Не меньше трёх. Чтобы есть один за двоим, два другие его проверили. То есть, когда ты используешь для управления техпроцессом, система будет сформирована? Да. Для надёжности, чтобы тело производства. Для сбора данных, для передачи дворяющих команд, как будет организовывать систему? Данных? Вот это правильное устройство, оно только у команды будет? Ну, это, конечно, процесс, с тремя платы, для предположения. Процессы памяти, программы, козумушки отличные. А работа, запинятие уголок. Например, вот давайте сделаем троище. Рассмотрим, вот такой снизу. У нас есть труба на поле. У нас есть поворотный клапан с реактор-приведом. Химический реактор. Рубана будет. Здесь этих труб подается у нас две. Чтобы спать спокойнее, вы решили акты химические, вообще-то много химических. Нам что нужно? Нам нужно снять давление здесь, температуру здесь, давление, расходы, соответственно, не сделать в этих точках. И передать управляющий сигнал на открытую готовую. для поддержания нужного давления, температуры, и тому подобное. Каким образом мы будем общаться? Сонцентрёр, подвеседливый, в степени направления. Всё будет всё очень быстро. Как мы соберём давление? Ну, они отсюда идут технически, они так как идут. почтовыми химичками, голубями, рабочими записками. Нет. Как? Перезвокали. Ну, наверное, уже не вопленно, но сеть. Какую? Какие у нас требования? Какие сети получили? Андрей, у нас есть скорость передачи, чтобы мы общались быстро, очень молодцы. и ставки, что-то зашли под контролем, чтобы управочное устройство моментально среагировало. Хорошо. Уточняющий вопрос. Как Вы думаете, единичный замер давления много места занимает? Нет. Нет. Чтобы без сбоя. Можно поставить без сбоя. А можно поставить с дальней те люди, которые не поднимаются? Люди, но лёжники, не наша тема. Ну, оно всё медленно. Потом, потом... Хорошо. У нас тысячи датчиков. Предположим. Да. Мы начали гнать поток данных. Постоянно. И какой-то датчик прорваться у нас в эту сеть передачи данных просто не может. Ну, да. Ну, как раз. Просто на этом сидеть. В какой-то момент он услышал на площадке громкий бобал. При абсолютно исправной управляющей системе. в том, что она не получила требовала информация. Или не смогла навести в исполнительное устройство то, что она считала. Что мы можем сделать в этом случае? Ну, первый вариант понятен. Сделать упускную способность канала заведомо выше любого теоретического предела датчика. Можем. Это самое простое лобовое решение. Если руки более оптимальны. О чём мы говорили, когда рисовали роман? О чём мы говорили, когда рисовали роман? доля видеопатока. То, что мы можем посчитать. Нам нужна система с гарантированным временем заставки. То есть, мы можем тут сделать вот это вот логическое, логическое, так что, физическое оно может быть. Нет, я понимаю, что вот он, например, вот так будет. А какие могут быть? Ну, немножко не так. Скорее. Скорее. Будет готов. Подается на вход в систему. Следовательно, как мы протопаем, что в момент включены все наши валюты. Исполнительные устройства. Достаточно, наверное, уходится? Нет. С каждого датчика на самом деле чистый субборист. Можно. Можно. применить два. То есть, оно порвется. То есть, оно порвется? Что? Хоп-хоп. Попал номер два. Это просто отлично. А если от чего-то не приходится, то все отменили. Есть, но да. А если нет, примем связь с этим, с этим управлением, которое... Ничего не принимает химик. Нет, просто что на самом деле он ничего не принимает. Кто ничего не принимает? Чистенный администратор, как я понимаю. У меня другая специализация. Да, может, даже в школе не проходил. С наоборот синий, что ли? Там не школьники, на его суверение. А что ли? Может, наоборот, что ли? Что происходит здесь? Не знаю. Шапу. Вставление лекарства его от масок. Шампунь. Шампунь, и спокоя. Знаете, что, по многим химическим производством в качестве промежуточных продуктов реакции используется постген? это отравляющее вещество, удушающее действие точно так если оно на боль не вырывается, оно очень удобно с точки зрения химии у него много чего получается но если оно вырывается на свободу, то будет плохо в лучшем случае отравится все противополитие даже если у него трое человек, отравится уже мало не покажется у него есть еще неприятная особенность как задержанные действия то есть вдохнул, подошел, легкое раздражение все прошло вечером на теплёхе, на взрывании смерти а если еще и на улице вырывается, то... ну это технические нервы, которые не относятся к информационным в данном случае, помимо двух колец, помимо того, стоящегося терра, вычисляющегося помимо того, что эти колецы нам обеспечивают фиксированное время доставки информации мы должны еще иметь в виду аварийное глушение если у нас не доставляется информация вообще как называется система, которая следит за состоянием торжевой ферст? если ничего не происходит, сколько-то времени мы можем сказать, что у нас что-то не работает включаем все время и пытаемся заглушить хорошо с системой с этой частью доски разобрались идем дальше 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 собрать данные собрать данные собрать данные в городе в хранилище в хранилище у нас рынок оттенует побегу ну, оно, во-первых, быстрое из него можно быстро в командный тренировок Коммерческому отделу работать никаких характеров. Не коммерческому отделу, а при принимании, мысль пишет. Если ему большой поток, да. Да, для работы СТП, да. Согласен, да. А коммерческому отделу просто доступ нужен и все. Отчтение. А так же там, ну, там много я помню. И, я скажу, стоящий у себя. Ответ, молодец, помощь. Хорошо. Ну, я так понимаю, что вы все это дело решили очень качественно запрещать. Меры инфраструкции и еще генераторы. На всякий случай. Хорошо. Вот. Рейд, ну, рядышком стоит. Рейд 6. Ну, даже на рядышком может быть чуть полога. Стоит рейд 6, который раз в неделю обсчитывает вот эту вот информацию. Ну, я сделаю копию. Что мы должны делать, стараясь в неделю? Каждый день. Какие у нас есть еще варианты такого дела? Богатого. Ну, когда приснил ваши правила. Измей. Или элементы для этого дела. Какое еще можно делать? Или элементы. Хорошо. Полные элементы. Что еще он составит? Почему? Зеркало. Мы отображаем на рейд 6, вот ваш, который мы нарисовали в данном случае, только запросы на запись. Читать мы с него не читаем. Почему бы нет? Так пишут себе параллельно вот с этим областелом, с десяточкой. Только на запись куда-нибудь себя отображают. Читать с него? Медленно не, конечно. Ну, да. Ну, интересный случай. Да, да. Это же экстренный случай. Он может... Рейд-1-0. Он... Он... Зеркало мы пишем, читаем, оперативно работаем. Да, там стоит толпы. Да. А вот то, что у вас шестерка резервная, мы туда просто отображаем только запросы на запись, которых гораздо меньше, чем запросы на счет. Даже там, может быть, не шестерка вот это вот хранилище, а, скажем, 1-2 массива. Можете написать, что это массив 1-2? Ну, в то же зрение, чисто экономически, экономически, как будет дешевле. Либо поставить зеркало с резервным диском, либо нарисовать массив 1-2, как он тут я рисовал. Осталось у вас полный рисунок? Нет. Ну, я думаю, это 1-2 дни, и у нас нет равновесия общества. 1-2 дни выназывается из тревожных диска и характеризуется, во-первых, архаз устойчивости, а, во-вторых, увеличенной производительностью относительно ледоначного диска. Вот теперь мы оформляем. Каждую единицу информации мы пишем на 2 диска. Помните, кто-то я рисовал, да? Таким образом, когда мы пишем, что эти диски у нас при запись первого продукта выходили, выигрыша производительности нет, правильно? Это как и так далее. То есть, мы получаем бедную производительность. Точно так же у нас получается. Получаем, к примеру, бедную производительность, как это вот случилось. Для резервного копирования такого гидрофлора вполне достаточно. В альтернативе может быть обычное зеркало плюс резерв. Минус вот этот резерв просто. Оно не быстрее одиночного диска. Понятно почему, да? Это да. Минус для одиночного диска. И в случае его доставить встроя у нас где-то какое-то время на включение массива. И в этот момент он не отказывался. Шестерка. Для резервного такого копирования, у которого нет постоянного доступа. Это для четырестудия рисовали отметку и глагол. Которого то и делал, то и не считает, то и переставится к нему полез, то еще чего-то. И на конвенции таких сложностей, если стоит не вечно. Хорошо, дальше. Отсюда информация высылается в шиповом виде. Зачем? Не здесь. Уже это было... Да, нет, нет. А все тут поэт у нас на нашей контролированные территории. Мы только сами себе увеличим нагрузку на систему, увеличиваем ее вариации. Коммерческая информация. Да. Хорошо, но у нас тоже на контролируемой территории находится. В таком случае нужно тогда шифрование только для рабочих офисов специально. Шифровый какой-то канал. Хорошо. Давайте едем дальше по системе. Там не только канал. Есть коммерческий отдел. Есть центр связи, это... Ну... Один наш сюжет через свой центр связи, это с коммерческим отделом. Ну... То, что они связи, это с коммерческим отделом и... Ну... То, что они связи, это с коммерческим отделом, предполагается. Микробовка такая связи. Ну да. Так же есть... Давайте сделаем короче. Как организуется связь между собственным офисным зданием, в райцентре, и рабочим представительством, в своем областном центре, Дмитрий Маслович. Как мы общаемся? Общаемся и... И тут... Дальше. Дальше. Прокладываем свой дом. Да. Это слишком далеко и очень... Это слишком далеко и очень далеко. Придуматься. Что нам приходится делать? Может, виртуально-локальная сеть, или это... Да. Хорошо. Либо мы... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Нам самим страшно. Здесь у нас сидит наш любимый Ду-3, вполне себе свежий между точками. Ну, парень рядом здесь хватит? Да, вполне. А, ему можно двойной шахровать? Можно и двойной шахровать. Ему дается один, наверное? Да, хватит. А здесь у нас, ввиду нашей безалаберности, у нас есть вирус. У нас есть вирус, который тупо тупо читает то, что мы будем спроверять. И куда-то его отправляет налей. А если не вирус, а чарляк? Ну, чарляк – это подкласс вирус. Ну, как раз, как раз. Как раз? Некральный принцип действия – чарляк. Но, с вашей точки зрения, все равно. Каким образом туда прорез, не важно. Что мы можем так применять? У нас ноутбук работает в неконтролируемом его пространстве. Если попадание вируса сюда крайне маловероятно, вероятно, он сумеет зародиться в датчике. Просто ему некогда не говорить про он, или еще тогда я не буду включать. Можно и ноутбук не давать. Можно и ноутбук не давать. Это мы же на врачу. Это мы нашли. Менять. А какая же его самку будет читать? Клавиатуру поменять. Китарич? Все равно. Да, есть. Проще можно? Диаметрический, да. Да. Можно, он точно так же будет прочитан. Может, все равно преобразуется в какую-то последовательность цифры? А если биометрический пароль у нас компания настолько крутая, что считывает сетчатку много? А какая разница? Китару преобразуется в последовательность единицы нулей. Только в случае его нашел пароль из обращения, а в случае развертывания сетчатки в изображение... Ударить вирус, в расчистке. Но причем от символов, причем от файла можно... Хорошо... Можно голосом их отправлять, не клавиатурой. А какая разница? Все равно в компьютере преобразуется в последовательность нулей единиц. Он не умеет работать с голосом. Сначала преобразуется в ноль, а потом уже работает. Как мы боремся с вирусами? Ударить вирус. Наконец-то. Наконец-то. Актуальный антивирус, который от этого товарища нам либо не пропустит, либо удалит. А он прицепился к какой-нибудь важной программе, чтобы удалить вместе с наберами? Если не излечимо, то лучше удалить. Позвонить админом и сказать, ребят, караул... Насколько важны файлы, смотря? И насколько важна программа, да? Да, какой-нибудь систем там залез... И что-то ему оттуда... Систему можно удостоверить... Можно установить систему... Можно драйвер для мыши или что-нибудь... Без мыши работают? Я прекрасно работал без мыши первые 15 лет своей работы с компьютером. Тогда ее просто не было. Через клавиатуру? Ну, были первые мыши, уже появлялись, но без них можно было прекрасно пройти. Через клавиатуру можно? Да. Есть такая функция, что можно стрелками... Да, все проще можно. С экрана и экрана. Вообще можно без клавиатуры обойти. Без мыши через клавиатуру. Все можно. Другой вопрос очень удобный. Итак, когда вы рассматриваете те машины, которые где-то шарахируются, и в суть, где-то шарахируются, имеете в виду, если есть интернет, то считаете, что вирусы, наверное, умерли. Они умерли вирусы. Ну, а как? Вы же все равно через интернет передаете данные. Можно, конечно, отрубить вот этот большой интернет, а чем удобно? Почему? Поставить с ним? Ну, понадобится. Я, наверное, в коммерческом отделе не могу посмотреть, что там в культуре предлагают скорректировать цену. Тоже надо быть в курсе. Правильно? Как мы можем сделать это? А как только вы лезете в интернет? А может, я как-то закреплю? Он обязательно у вас никуда вам этого не будет. Как в этом происхождении? Хорошо. Какие у нас требования к этим каналам передачи информации? Да. Чуть-чуть, правильно. Трасса. Ну, скорость не менее прям фактически важна. Резервное копирование. В вашей структуре производится только централизованно. Ну, хотя бы. Просто иметь копию вообще. Иметь копию где? В полушенхранили. В полушенхранили нехорошо. Вот такая проблема. Почему? Ну, у нас в Айцентре здесь совершенно глухой. Ну, вот так у нас установлен завод. Где-то там. Через провайдера, большие города и так далее. Это очень хороший момент. Трасс. Трасс. Ну, и что? Ну, у нас уже есть чрезвотник. Это не просто. Мы можем в данном случае различить. Трасс. У нас очень дорогой завод. Если у нас две электростанции... Трасс. Трасс. Это не свои электростанции. Я все не понимаю. Это просто. За две электростанции, они немножко горят тоже. Трасс. Трасс. Вот в такой ситуации. Мы не можем обеспечить работать. Нет. Завод работает. Просто тракторист в классе перепахал кулаконный кабель, идущий в обувь. Трасс. Можно поставить специальную защиту от электростанистов в классе. Это какой? Возвать бетонную трубку? Да. Да. Возвать... Бетонную трубу? Возвать трубу бетонную. Это... Представили будительных, скажите, людей в штатах. Каждому трактористу? Что? Каждому трактористу? Да. Возвать трубу. Уволить всех электростанистов. Ну... Скажите, пожалуйста. А где тут у вас что-то там? Ну, у нас кризис на Земле. Наверное, в этот раз. Пусть он далеко замокнулся. Мы живем на тарике. Скажите, пожалуйста. А то для царапии на тарике вот такая вот концепция. Ну что-то. У нас все более-менее работает. Почему бы на каждой геональной подписи не иметь рабочую копию данных? А когда не попало? Может быть, у меня людей не хотели? А наружу мы хотели. Где-то внутри здания нашлось. Будем все данные устроить? Все данные устроены. А зачем нам все? Вот у нас есть наша большая база на заводе. И в части, касающейся, знали транслируется кому положено. Чем об этом выглядитнее, чем постоянный прямодоскоп? Выпуск подошли меня калу на постоянном делом доступе в интернате по высоких скоростях. На самом деле, если берете канал на одного из моих троих, это хорошо. А если вы хотите, скажем, 20 нот, удаленно работать с базой данных, либо у вас получает очень дорогой канал, либо мучение вместо работы. Вы знаете, здесь гораздо проще делать рабочую покупку для чтения. А мы должны еще отходить у нас еще. Конечно. Гораздо проще сделать рабочую покупку для чтения. Здесь. Мы помним, что у нас соотношение в среднем. 99. Считать с локального выстрела на 5 метров для 100 мегабитов нормы жизни, которые не горит. Отображать сюда только запросу на запись. В данной ситуации получится гораздо быстрее. Просто быстрее. Если мы меньше гоняем здесь, то быстрее работаем здесь. То есть, вы говорите, что на хранилище в офисе записываются данные. Что-то записываются фонды, текущие цены одного поставщика, 165 и 10. Мы с ними здесь быстро, локально работаем. Если мы здесь что-то, если какое-то изменение, оно ползет сюда. Вот изменения. Только изменения. Если нужно, оно будет отображено в другие офисы. Скажем, изменение общего остатка. Вот товар продано. Больше не надо. Нет, наоборот. Больше, но уже нечего. Как-то у нас 10 минут в продукции. Мы сюда просигнализировали, что вы можете оперировать по сети. В этот момент Эльдорс говорит, 10 я продал. Идет изображение. Возвращается сюда. Здесь менеджер говорит. Такая структура получается гораздо более жизнеспособной. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Скажем, вот это небольшое из хранилища. Подделяешь физически. Вот такая вот коробочка. В этом нет 4-5 оттеков для дисков. Ведитация с лампочками. Внешний хранитель. Да. Обычный охранник. Ведитация с лампочками. Ведитация с лампочками. И импануция с лампочками. Вот это положено 4 диска. Как с точки зрения это не говорит, это рациональнее всего. о том, что региональный корпус, ну, педжек админа, наверное, в пользу тебе дороговато. Неправильно. Неправильно. То есть, это в переводе на патруль, в мгновенной реакции не будет на АВ. Выпиши, можно набировку, взялись в полис, чтобы попить. Ну и нужно попить, если надо это. Три дископиши, сайты, сайты, сайты. Или как это? Молбераторы. Молбераторы, например, математистка, третий контроль над суммой, а четвёртый резервный. Это такой у нас тип массив получается? Нет, есть немножко. Ну, желательно, с силу этого получить, конечно, всего невооборотный 110. Разумеется. А математистка и контроль над суммой на третьем этаже 4. Четвёртый, мы ещё плюсовизировали, ну, как бы, горячий. А применяется ли у нас рейт-4 на правду? А точнее? Горячий 5, а что происходит сомнение? Ну, на самом деле, это другой принципиализации тоже диск. В конструкции информации нужно использовать рейт-4. Применяется рейт-4, нет. Соответственно, что можно здесь сделать? Насходяется в том, что у нас есть рейт-4, гранит-4. Горячий рейт-4. договорились. Он нам нужен. То есть диск, который заменит выше 60. Какие у нас существуют варианты с четырёх дисков? В конструкции и в дисках что можно изобретать? Диски, по-моему, это так. Они маленькие. На самом деле, четырёх дисков вполне хватит. Есть опытная рекомендация? Так, по-моему, рекомендации мало. Что делать? Предложить варианты в спасении ситуации. Не спасайся. Не спасайся. Уволят в лучшем случае. Уволят в лучшем случае. Уволятся самому? Раньше, чем тебя умолят. Детей домой работать. Георетически можно, но, как правило, кушать хочется. Ну, пойти другим, найти другую работу. Для этого влияете, или для этого не дается? Задача спасти. Да. Никак не обожаете, ничего не получается. Не за чекая не надо. Терпанец, может парикмакер выск подрить его. Парикмакер берет опасный бритв, начинает брить, мужик, ой, порезали меня. Прикмакер, извините, извините, извините. Прикмакер, опять порезали. Прикмакер, извините, извините. Третий раз, ой, опять порезал. Я посмотрел, и почти не получается. Вот вариант такого брикмакера нас построят. Почему нельзя просто делать три диска и один из боссов? Три диска как они делают? Ну, если каждый... Ну, как вот этот рейд, ну... Какая-то противокия, да? Просто, а мы вот с первого варианта... Да, но если один выберет, то потеряешь информацию и его получит... Ну, вот эту часть информации... Ну, две которые, да? Хорошо, рейд один где, как вариант? Рейд... Рейд один где? Рейд шесть Рейд шесть Рейд? Рейд шесть Это вы как замутили? А один где? Это я согласила Сейчас человек дает Хорошо, а диск... Плюс ко рейд шесть не дает У нас два контроля диска, но, предположим, что мы долетим И плюс ко рейд шесть не дает Даже четыре диска не хватает Не летит, коробочка, все А давайте еще одну коробочку рядом У нас есть датная коробочка, у которой поранится четыре диска Ну, кто такую коробочку сделал? Ценник ее сделал, нам выделили сумму денег У нас максимальная коробочка Ну, можно делать Рейд не разобрали Рейд не разобрали Рейд не разобрали Три диска плюс резерв Тереться на меня А, Б, Иссор Ну, два диска полезные Один ксоры и еще один горячий Я только что это предложил до этого А можно просто сделать? Ну, значит, я зернул Я же когда вам рассказывал Я именно эти предложил А, значит, не подал вас Нет, я сказал, ну, два диска для записи Один ксоры и еще один ксоры Почему? Правда нет А, ну да, я понял Кто нам решает? Да, это не физические диски, а экологические Да Почему физические? Ну, внутри альтика Разделить их просто можно Зачем? Смотрите Первый блок А, Б, 41 Ну, я об этом говорил, что Не С, 42, Д Мы рассыпаем эту контрольную информацию У нас нет выведенного диска, на котором только Такого диска у нас нет Физического Потому что он становится горящим пятно при работе К какому бы диску мы не обратились, мы обязательно дергаем и этот тоже То есть он работает, как все вместе взятые Во-первых, это получается медленнее Он должен успеть за всеми А во-вторых, это просто надо расстроить Поэтому четвертый рейк не применяется Вот сегодня Применяется только пятерка С рассыпанной Этим пятеркой отличается, что на двух сторонамерно распределяется по всей диске Хорошо Хорошо Один Е Шестерка Десятка Спятый плюс резерв Так, здесь, я так понимаю, тоже плюс резерв делаем? Ну, два варианта Ну, два варианта Или пятерка, либо церк Ну, лучше сорок Ну, лучше сорок Ну, лучше сорок Хорошо Какой из вот этих вариантов с вами надежит? По надежи, да? Ну, пока по надежности Я помню Во-первых, два диска Два диска Два диска Два диска Во всех краях два диска могут отказать Во всех ли вариантов могут отказать два любых диска Один из норм А, например Два диска Два диска Два диска Есть маленькая тонкость Наверное, вы уже сообразили? Он, конечно, простой Он очень быстрый В нем иногда может сложиться ситуация Когда два правильного летают Вот Габри мы даем два 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 Мы для скорости работаем с двумя дисками И зеркалируем Вот Это 50 Да Понятно, что от одиночного отказа мы застработали Да Понятно, что здесь есть еще одна ситуация Двойного отказа, который мы как-нибудь пережили Да Если B и A уже огранили Да Ну, вот так вот То мы же спокойно должны еще раз Да Если Б и A тоже переживаем Не что-то Останется полная Вот Ну, а это лучше не рассчитывать Потому что У нас может возникнуть В процессе вот такая Когда мы приходим Да Если два одинаковых Дальше Таким образом Когда мы имеем четыре диска Ну, десятку с точки зрения быстродействия Минимальной нагрузки на процессор Мы себе позволить можем С точки зрения надежности Что вот здесь предпочитете Еще раз В какой ситуации Мы либо не получим перебои в работе системы Либо он будет минимальным Может тридцать Сто десять Сто десять У меня есть восьмидеск То есть продублировать еще раз вот такой массив Ага Вы потеряете семьдесят пять процентов темкости Это уже переход Эх Ладно Этого зависит У меня много дисков У нас четыре У нас четыре Замечательная коробочка У меня есть У меня есть Вот такой вот А, это Да Четыре Ну, четыре Но опять там, получается, резко дороже На три не позволяет того, чего хочется У нас Посмотрите, если дороже Попрос в компании Пяти юмитов это получается ощутимый дороже, чем четырех юмитов Смотрите Ситуация такая Если мы используем пятый плюс дизетка В какой момент При выходе из строя жесткого диска одного из Наша система в угрожаемом состоянии Когда выйдет на время строя ксоры При восстановлении Пока мы На основании ксоры И тому, что есть Еще не ввели в действие резерв Мы под угрозой Понятно почему, да? В каком случае мы можем отдать бюджет? Ну, в принципе, наверное, это не так хорошо, если Детям щетки и поздно это А, на самом деле страшно На диске из одной партии, один из них вылетел Мы сразу же дуды рюклинг Мы тут же стали их здорово нагружать восстановление В какой ситуации мы Относительно спокойно ждем Учащуюся на здоровье 1 1E В случае 1E плюс R Хорошо Поэтому мы посмотрим поподробнее Оно не требует Такая сильная Ну, оно не требует Значит, ей не зависит Куда мы едем? Да Может, 6 еще Ну, комент, которые из строя А тут 4 А, не видит Ну, одну резервную Да В момент выхода из строя Предположим, вот этого диска Есть ли у нас отказов стоящих? Да Ну, где у нас копия данных А, как говорится А на первом месте Раз Цена третья Уже не отказов стоящих То есть, в этот момент, когда мы начинаем кокироваться на резервный диск Второй сбой Нас убивает Наталью Начинаем Собирать А Хорошо Отсюда Д Д Д Д Д Может, экзалитерный диск с 40 А А А А А А А А Ну, да На самом деле Приоритет задачи восстановления Ставится не 100% Во-первых, чтобы не заблокировать пользователей внешне Во-вторых, чтобы не спасти диски Мы не судим Все это время мы сидим и ждем Установится, легитница, еще один тыс, и все приехали Какой массив обеспечивает нам постоянную готовность к работе? Шестой 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 Чтобы он потерял отказоустойчивость Но еще не данные, заметьте Нужно убить два диска При этом данные все еще будут живы, но уже третий отказ на суде Ну, три отказа, это вообще? Ну, три отказа из четырех, это уже переход Это уже три диски Значит, купил левые диски И Да Не организовал И не организовал что, если данные все-таки померы? Незервную копию Незервную копию Незервную копию Которую нас сюда не подключат Поэтому, несмотря ни на шестые рывки, ни на такие Резервное копирование мы делаем в любом случае Причем резервное копирование оффлайт На отключенные накопители Я повторяю это, наверное, раз пятьсот За эти шесть дней Повторяю еще пятьсот если успеет Чтобы это было даже не в голове, а в спинном мозгу Рефлекс Сделать копию на военном дезинфе Это помогает Почему я не накладил? Ну, чтобы не заседал Потому что Тоже, наверное, она чистая Как вы Вы садили логически Какой-нибудь вирус к себе Кто-то начал шифровать ваши данные И угробил И ваш ДК И ваши рабочие данные И что? А вот, чтобы ты не пропускал Сидящий стола, я еще не смогу Смех смехом Смех смехом А где-то в конце 90-х я пришел У Капутина на вызов на компьютерный вирус И персонал не мастер Просил вас дрипп Он говорит Нет, у нас же компьютер заразился Чем? Вирусом Они думают, что Они спасаются В компьютерной тексте Сами Ну, правильно Правильно Да А ты еще про них В их мозгах Оттуда информация У меня лево Я не знаю, что Я сам завис Минут на 5 Я не понял, что они мне сказали Раздевающую рот Они слышим, что появлют Они в противогазы не ходили сейчас? Нет, обычные Медицинские маски Салон 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 Они, надеюсь, вам службы не плевали На это их хватило А? На это их хватило А? На это их хватило Таблетки Посыпали Помните Уже раньше клавиатура Были с такими пленочными крыжечками Нет Не раздорожными Не раздорожными Не раздорожными Вообще-то крыжечки Благовую снимать при работе Просто, чтобы не пылилась клавиатура Чтобы надевалась клавиатура В добром состоянии Некоторые говорили чаще Это защита от ветрусов Проникающих через клавиатуру Вам смешно А мне приходилось И захоронять ее на лицо Невероятно Да Если Да Нужно Очень приятно Да Ну а сказать Черт на злу Жизнь Штеклатура Это Ну и Хорошо Объяснить Подобные вещи Тетя бухгалтера пенсионного возраста, который компьютер впервые увидел полугода назад. Принести конфеты и свобочки. Нет, спасибо. Возможно, наступить не одну непосредственно. Остаться одному на час с открытой поведом. Не умеете. Ну, действительно, на самом деле, крыши спасают от вируса. Знаете, почему? Ну, потому что, да, всякие там все-таки, начнут в шесть. И не то, что делают. А так, если крыши ходят, а еще она не снимается, то... А теперь небольшой контрольный вопрос. Собственно, пройдет. Какие мы знаем способы проникновения вируса в танк и ворота? Много раз. Через флешку, со съемки носителей. Съемки носителей. Интернет. За радио смотрится. Чехо есть, родители. Настите. Страницы с полней двух ходов. Чехо есть, человек. Покажем. Вот вам вполне себе компьютер. Здравия. Да, не совесть. Ну, я просто могу здесь подобрать. Для этого нужно заболеть. Да. Ну, извините. Так, страницы, что еще? Программа сам распаковывающиеся архивы, это совершенно вернительная с первичью. Ну, конечно, если вы еще знаете, что так бывает, то еще нужно восстановить в процессе загрузки. А если вы совершенно точно знаете, что он хороший, что он плохой, но он содержит то, что вам надо? Ну, то, что вы хотите уговорить в процессе загрузки. Мы закончили его на писочинцы. Хорошо. Первый вариант – писочинцы. Писочинство вам отказывает право, что угодается, что для выпекания машины. Третья, подозрительная, совсем подозрительные вещи, которые не хотят снять писочинцы, они сжигаются антивирусом и так далее, мы запускаем депутатную машину. Таким образом, писочинцы в понимании антивируса и теоретический программный интерфейс между прикладной программой и операционной системой, который не отображает запросы на запись в операционную систему. То есть, прикладная программа так говорит, что я сейчас тебе правлю в реестр, пишу в КГО в Windows свой файл, писочница говорит, что все окей, ты записал. На самом деле, на основной системе ничего не происходит. Отдельные умные вирусописатели эту фишку научились просекать, обнаружив, какими-то своими способами запуск писочницы, какими-то, письменная версия, я не буду прозвучивать. У нас не в курсе писания вирусов. Некоторые умеются это делать чуть-чуть по себе, выпаливаются с кошельки, вот пока она не может работать в писочнице, все пропало к работе. А виртуальная машина полноценная, она совершенно честная. Это не писочница, это совершенно нормальный компьютер. Мы берем наш образ диска, которым мы работали, помните, да, создавали? Делаем его кодли, честно выражаем его вирусом, смотрим, что будет. Ну, у нас же есть сохраненная только система. Само распакуемся, заражаем его, вытаскиваем то, что нам надо. Настоящую систему. Настоящую систему флешкой, через квазисеть. А виртуальная машина на выброс? А потом берет квазисеть. Ну да, там можно виртуальной машине сказать, что она по сети общается с хосткомпьютером. А, ну как типа локальная сеть? Да, в сетхом окружении будет видна папочка какая-то, куда это можно увидеть. И общие документы, наверное. Да. Общие документы, какую-нибудь другую папочку. Выливаем, после чего мы выключаем виртуальную машину, умножим ее вниз к ноль, заливаем обратно в нашу группу и идем дальше. Ну и сделаем, допинать, я не знаю. Типа заслониться трубом, что ли? Ну, примерно. Примерно подсунуть тело. Да. Пристрелить, доставить из кармана то, что надо, поставить другое тело. В этом варианте нет, оно не надежно. Потому что вирус пишется со страшной силой скорости, и если есть подозрения, то лучше воспользоваться такими вещами. А если, а, ну, как? Если с этим вирусом научится обходить этот виртуальный компьютер? Ну, как? С точки зрения вируса полноценный компьютер. Нет никаких шансов. Обнаружи, что он находится в виртуальной среде. У виртуальной машины, в целом, нет таких шансов. Ну, в общем, да, у операционной системы в виртуальной машине шансов. А он не знает, что она не права. Да, что у нее не настоящий образ диска. Она работает с нормальным, жестким диском, у которого есть код производителя даже. Пороху, в данном случае, который мы делаем. А если вы увидите реально, что он не производит реально диск, если программа смотрит, то она может тоже не запуститься? Теоретически, да. Но потом, как изощрения, еще не дошли. Можно вредить, что ваша программа не будет работать на новом оборудовании. Но вы не знаете, что в Srdigital выпустил многое диски, у которых вот такой вот код. Внутренний. На тот момент, когда вы писали, это еще не существовало в природе. И что? Ну, программа же вируса, она сроки полдня. После этого написали в ней и все. Ну, вы все не ошибаетесь. Не было в бот-систейсе, лежащих в миллионе и миллионе компьютеров. К сожалению. В бот-систейсе существуют гадания, потому что, к сожалению, пользуются недостаточно незаварительное существо. Как-то я был весьма удивлен тем, что в загрузке системы для появления рабочего стола компьютер с процессором i7 16 гб. салетел примерно 7 минут. Возник вопрос, а чем он, собственно, занимается? Что-то он смотрит. Да. Сделяем. Ну, в ходе лечения в нем было вычищено порядка 3 тысяч вирусов. Ди тысячи вирусов. То есть, каждый из них получил инстанцию. Но забита вся память, куча экземпляров, какой-то дрянь. Он внесился на винчестере с разными названиями, один и тот же вирус. Везде. Вирусы создают миллионы своих копий. Он создал бумагную машину. Он не проверял машину, но уже заражен. Продолжал их заражать, заражать, заражать при каждом включении. Как ошибка вирусописателя, но в результате макучий процессор занимался тем, что он как служил у вирусов. Таких же нужно быть для степени пыли. Ну, это произошло с точки зрения, через несколько дней полкозаражения добрались до 3-х лишних тысяч. Добрались до 3-х лишних тысяч. Видимо, не все успевали заразить витокерегрузку системы при запуске. То есть, система запускалась и... И кто мог, кто-то заражал. А остальные... А остальные, они получают к особо обслуживанию. У вас слишком много. Много, я один. Человеки, вы один. Так что... Ищи, они... Вирусы вставали в очереди. Если компьютер ведет себя нехарактерным образом... Не включается. Нет, не включается. Это уже на что. Скажем... Очень долгую ружину диску на каждое движение. Просто, когда компьютер стоит стабильнее, у вас постоянно активность жесткого диска. Если вы ничего не делаете, активность, скажем, сетевой платы. Это хороший повод призываться. А нет велосипеда званых гостей. А если ты провел вообще полную скалину, то после этого компьютер все равно постоянно как-то так... Значит, надо подумать, откуда это может взяться. У вас просто компьютер уже доживает свои года. Не исключено, что уже доживает свои года, например, жесткий диск. Надо посмотреть, сколько месяцев на этом сидит. Сколько шелков. Ну, такие уже давно. Если больше... Ну, скажем, процессор может быть... Может, он уже доски отделился? Нет, нет. Нехарактерное поведение относительно предыдущего завтра. Завтра. Ну, не завтра, а относительно того, что было неделю назад. Преально, процессор умеет уменьшать свои быстродействия. Смотрите. А если так, все приятно? Все медленнее, медленнее, не медленнее? Нет, просто вот фиксировано медленно и... Ну, это может быть шест, просто слабый компьютер. Изначально. Вы знаете, есть такое правило трех лет. Когда вы покупаете новый компьютер, через три лет... ...года... Через три лет. В течение первого года вы наслаждаетесь в своей технике. В течение второго года у вас совершенно нормальный рабочий компьютер, вполне добудет. И третий год вы учитесь, когда наконец купите новый. При этом, быстродействие вы понимаете, никуда не меняется. Что меняется? Другие машины? Нет. А вам что, вы сидите за своей? Новые программы? Программисты? Программисты, там всякие, более требования и так далее. Программисты совершенно безалаберные существа, они уверены, что у всех находятся на столах топовые конфигурации. Ну да, браузер обновился, и тебе сожрать лучше. Ну вот, еще что, подняться. Движок игрушки. А если какой-то консерватор сидит на своем компьютере пока? И пишет дополнение. В смысле, какой-то консерватор не хочет иметь компьютер вообще. Его проблемы. Не знаю, что они. Продолжение следует... Продолжение следует...